Основные задачи военной полиции в мирное время это поддержание правопорядка и дисциплины в гарнизоне и военных частях. Во время военных действий участники военной полиции, так же как и другие военные, выполняют все поставленные боевые задачи. Сегодня в Ульяновске четыре участника военной полиции получили свои заслуженные награды. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший инспектор отделения гарнизона и патрульной службы военной комендатуры в Ульяновске Денис Хананов награжден медалью «За отвагу». Выполняя задачи по охране и обороне веренных объектов на Украине, он вместе с другими военными обнаружил диверсионную группу. Атака была своевременно отражена без потерь личного состава с нашей стороны. Группа была уничтожена. Указом президента Российской Федерации номер 368 от 11 июня 2022 года медалью «За отвагу» награждается сержант Хананов Денис Ромилович. Товарищ полковник, замажем на награждение, прибыль. Поздравляю. Спасибо за работу. Ты знаешь, что здесь сегодня тройной праздник? Так точно. Две медали и свадьбу туда? Так точно, в десять часов. Сразу после вручения медали «За отвагу» Денис Хананов со своей невестой отправился в ЗАГС, где влюбленные вступили в законный брак. Именно любовь и поддержка помогли Денису справиться со всеми сложностями во время выполнения боевых задач. Мужчина уже участвовал в военных действиях раньше. Дважды побывал в Сирии и на Украине. Он признался, что в бою бывает страшно, но бороться с этим помогают мысли о доме и близких людях. Страшно было, но как-то, как-никак, выполнение служебного долга стояло на первой очереди. Ну, а со страхом как боролись. Знал, что меня дома ждут. Это было главное. И все. Молодым людям, которые сегодня только поступают на срочную военную службу и службу по контракту, Денис Хананов дал несколько советов от профессионального военного. Чтобы они впитывали, как губка, грубо говоря, что им старшие командиры, начальники говорят. И учили, понимали, для чего это все делается. А не просто так, как в первом классе, лишь бы урок отсидеть. И все. Это самое главное. Если они все поймут, они поймут, для чего они нужны и кому они нужны. Приказом министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2022 года медалью за воинскую доблесть второй степени награжден ефрейтор Игорь Курушин. Медалью Министерства обороны Российской Федерации за боевые отличия награжден сержант Николай Неконоров. Старший инспектор взвода любит свою профессию и гордится ей. Тем, кто решил связать свою жизнь с армией, он посоветовал беречь себя с молоду, заниматься спортом и прислушиваться к старшим. Очень важная медаль. Для меня достойно. Спасибо нашим командирам, что ввели к этой медали. Исполнял свои служебные обязанности. То есть выполнял благородно, как научили. Медалью за боевые отличия также был награжден младший сержант Александр Разинов. После награждения личный состав военной комендатуры города Ульяновска почтил минутой молчания память воинов, погибших при выполнении боевых задач на Украине. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.